ребята кто-то или кому-то известно что такое аюрведа вообще хорошо значит я немного буду говорить что такое аюрведа будем говорить об аюрведе так будет лучше потому что же такое аюрведа вы сможете прочесть в интернете и так далее мне больше всего интересует в этом искусстве в искусстве аюрведа мне интересует больше три жизненных процесс которые присутствуют во всем всегда везде и все абсолютно во всем абсолютно везде всегда и все чего бы мы не касались солнца небо земли всего абсолютно все три на небо солнце оно круглое там она греет она светит она то есть обязательно имеет три у нас тоже так точно также у нас есть голова или мозг это есть нечто что управляет некий компьютер который управляет всеми жизненными процессами в организме до христиане называют отец да мы говорим во имя отца сына да и святого духа в аюрведе говорят что есть три жизненных процесса или три доши ватта питта и капха ватта это ветер питта огонь и капха или кафа или к по-разному транскрипция разных слов она существует во всем в деревьях животных в людях небо солнце все что нас окружает во всем существует три жизненных процесса абсолютно во всем не существует такого в чем бы его не было поверьте наш мозг или наше миропонимание мировосприятие мировоззрение это есть ветер ветер или то что управляет всеми тремя жизненными процессами в организме человека значит благодаря ему начинается все болезни знаете в народе есть такое выражение все болезни от нервов ну народ имеет в виду как раз тот самый ветер о котором говорит аюрведа да то есть неправильное миропонимание значит нарушается вата доша вата это и есть один из трех жизненных процессов на востоке называют королева трех дош да она управляет всеми процессами все движения в организме благодаря вата дош что вы знали все абсолютно есть питта доша это значит ну перевод не только желчь как огонь перевод может быть это как желчь из каждой клетки нашего организма без исключения и переводить что только желчь то есть какой-то определенный орган который отвечает за определенные процессы это не правда правда в том что в каждой клетке есть желчь иначе бы мы не были в теплыми горячими ну и так далее да и когда нарушается обсасывание удаление тщения расходования желчи в организме происходит проблема да происходит проблема слизи откуда появляется слизь из-за желчи желчь желчи меньше слизь подымается она начинает гасить что желчь да если же мы возьмем к примеру значит желчь она сосредоточена непосредственно сосредоточена в тонком кишечнике от него зависит если у нас понос там например да это значит нарушение желчи у нас поднята желчь и нам естественно что необходимо нормализовать желчи для того чтобы у нас не было поноса тонкий кишечник непосредственно связан с печенью и желчью это сто процентов с глазами склеры глаз да это есть то что связано у нас уже связаны с почками глаза связаны желчным с печенью до всегда так язык связан с сердцем у нас у нас все наружные органы связаны с внутренними чтобы вы это понимали начать кап хадоши это слизь вода земля она непосредственно находится в легких то есть сосредоточение слизи находится в легких но слизь практически во всех органах точно также как и все остальное слизь тянет за собой все страшные болезни на все абсолютно без исключения все самые тяжелые болезни зависят от слизи все это диабет это рак это рассеянный склероз все болезни самые страшные самые тяжелые болезни это болезни слизи так как бы одна из стадий развития болезни все начинается из ваты то есть с ветра когда ветер или же нарушено нарушение ветра нарушено восприятие миропонимание мировоззрение нарушено у человека неправильно он видит неправильно говорит неправильно думает неправильно тогда естественно сразу нарушается желчь помните когда-то в детстве мы играли с такой игрушкой как диапроектор был помните да там что было лампочка да которая была вентилятор был и пленка она слизистая была корпус очень наш организм очень похож на это на эту штучку очень сильно похож там вентилятор вентилятор это наш мозг это вата когда вентилятор плохо работает что происходит с организмом желчи начинает сжигать пленку начинает сжигать все правильно точно также в нашем организме то есть если мы будем рассматривать наш организм как это диапроектор мы будем будем смотреть совершенно по-другому на это все совершенно по-другому то есть твой мозг неправильно работает и идешь по улице до видишь какую-то аварию какая-то что-то произошло на улице что происходит с тобой сразу да у кого там инфаркт случается у кого там язва открывается у кого-то да то есть это мгновенно происходит то есть либо через ну то есть через наши все пять чувств которые есть она происходит то есть вы увидели что-то услышали что-то она именно таким образом действует на наши внутренние органы в этом мгновенно это не так сразу как вы себе думаете что медленно нет она происходит именно мгновенно значит вата она сосредоточена в толстом кишечнике если же питта в тонком кишечнике то вата в толстом кишечнике толстый кишечник и мочеполовая система если человек заболевает первое что у него сразу он начинает плохо какать плохо писать плохо что-то начинается проблема ну начинается проблема с головы с неправильным восприятием мира да то есть мы неправильно его понимаем неправильно видим неправильно говорим и так далее и точно так же если мы будем рассматривать вату она накладывать на человека то есть на конституции человека свой отпечаток есть люди конституции вата есть люди конституции питта почему на земле так много разных один рыжий другой белый третий черный там каштановые волос то то глаза желтые зеленые синие карии и так далее это зависит от конституции человека всегда то есть благодаря кармическим вещам мы рождаемся с определенными глазами с определенным телом уже рождаемся с таким хотим или не хотим почему есть предрасположенности к болезням потому что мы уже родившись мы уже имеем предрасположенность к определенным болезням на человеку белый рыжий это люди питта худой высокий вот как наш барнабаш вы его все знаете да такой худенький высокий это чистая ватта чистая высокая ватта значит есть люди питта которые обычно белые либо рыжие есть люди капха это крупные такие ну это о кстати мультик вы видели мультик зверополис видели да там есть в этом мультике очень интересный момент когда заяц лиса и они пришли на почту попроси чтобы набрали номер помните да и там сидел ленивец так вот ленивец это капха это чистая капха когда заяц говорит вы понимаете наберите номер телефона я вас слушаю это капха восприятие капхи это все это железно да мы часто обижаемся на людей капховидных говоришь там то там хорошо да есть такие люди я знаю у меня сын старший такой да я бы саша как ты поживаешь но как тебе настроение ну это про лени его бабушки моим моя мама было такой на то есть ну это восприятие мира там то есть Это нормально, на этих людей обижаться нельзя За то, что они такие Вот У меня есть друг Боря Я ему когда звоню Я говорю, Боря, как ты поживаешь? Как твое настроение? Как у меня настроение? Такая пауза И потом Хреново В общем Это чисто кабховидный Понимаете, ум и так далее То есть человек так воспринимает мир И на него жаловаться нельзя Нельзя, потому что Это нормальное явление Для человека Хочу вам сказать, что Это чистая капха Ватта, это люди обычно У которых подвешен язык, они много говорят Говорят, говорят, лучше бы им молчать Да Есть люди, которые Питта, это очень умные люди У них хорошая память Это рыжие обычно люди Да, у них очень хорошая память У них все вот так Да, 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 да О, великолепно У него великолепный ум Все, он все помнит Как надо, только не то, что надо То есть, ну Он помнит, что было 15 тысяч лет 10 секунд и 20 там Он все помнит Он скажет тебе, где, какой там Индеец и куда плюнул Он это все помнит хорошо Да, у него мозги так работают Он не зря Он на историческом факультете преподавал Он, это, бедные студенты его Значит Это вот Есть нарушенная пита Это еще хуже У меня тоже старший сын такой Когда придешь к нему домой У него, значит Вот трусы вот так вот Вот так вот сложены Ливчики Все вот Все вот у него вот так вот Все должно быть Не дай бог Мама заходит В его шкафчик там Взяла тетрадку Посмотри Мама Ты была в моей комнате Ты залазила Брала мою тетрадь Она говорит Да, было Ну почему ты ее на место не поставила Или там приходит к маме И говорит Мама Ты понимаешь Ну вот У него жена, да И он говорит Вот почему Ну почему она приходит Ну почему это не сложить красиво свои вещи Ну почему не так То есть Это нарушенная пита Чтобы вы понимали Это ну Как бы Это не черта характера человека Это пита Это чистая пита Вот нарушена Это люди взрывные Гневливые Раздражительные Постоянно Хотя вата тоже раздражительная Но люди пита Они это вот Менее всего Внешне раздражительные Это люди капховидные Внешне Я сказал внешне Потому что внутри происходит война Это нормально Для людей капховидных Внутри тоже происходит война Они воюют Либо с кем-то Либо с собой Ну это нормально Это вот Такие Черты У таких людей А теперь коснемся Нашего обыкновенного года Сейчас лето Время огня Это время питы Осень Время ваты До конца зимы Весна Это время капхи Время слизи То есть когда идут соки Когда Мы ощущаем эти соки Да у нас здесь вот эти Они льются Да гаймеровые пазухи Короче все Слизистые заболевания Воспаляются Почему весной Почему люди Болеют таким Именно потому Чтобы вы просто понимали Что приходит время слизи Осень приходит Значит смотрите Сейчас лето Вроде бы время огня Но идут дожди А это значит Что Нам нужно Для того чтобы нормализовать Питу В организме Нам нужно употреблять Какие-то острые продукты Вот тут мастер Только что приготовил Прекрасную картошку Она немножко была остренькая Это очень хорошо Для сегодняшнего дня Почему Оно немножко гасит слизь Которая есть наружу И внутри у тебя Не повышается слизь Вы понимаете Наш организм реагирует На каждое На каждое движение природы Чтобы вы это понимали Именно на каждое движение природы Реагирует наше тело Все Наше сознание Даже у нас даже настроение Есть вот небесные цида То есть это молния Все эти разряды Она действует на ци человеческую Которые вырабатывают почки Если у почки у вас нормально Они вырабатывают небесную ци Тогда у вас и мировосприятие другое Ну я немножко в цигун ударился Уже ухожу Значит Есть еще ци земная Которая Из земли Вот все землетрясения Все они тоже Все действует на нас И в зависимости от природы В зависимости от времени года То есть Либо питты Либо кавхи Либо Ватты От этого зависит наше внутреннее состояние Во время ватты У нас Немножко Не то настроение Передепрессия Вообще-то ватта И кавха Это две конституции Депрессивные В большей части И еще есть такая Депрессивная конституция Это пониженная пита Это люди Обыкновенно белые Белые люди У них белый цвет Волос там Светлые Это люди Депрессивные В большей части Если эти люди не работают Они впадают в депрессию Если они работают Они в депрессии не впадают То есть Они должны быть Их мозг Постоянно должен быть Чем-то занят Они должны быть Двигаться Туда-сюда Что-то делать Только Они останавливаются Они сразу начинают Спать Нервничать Депрессия Сразу у этих людей Если вы видите Таких людей Значит Знаете Это пониженная пита Таких людей много Тоже Не переживайте Не надо их обвинять В том Что они такие Они просто Ну Не знают Как наладить Свои жизненные процессы В организме Для того Чтобы этого Не было Смотрите Возьмем наш день Обыкновенный Один Двадцать Четыре часа Например Смотрите Шести Почему Значит Возьмите Китай Да Там Утром Люди начинают Рано утром Заниматься Боевыми искусствами Практически до шести Утра Они заканчивают Почему В шесть часов Шести до десяти Начинается время Кавхи Когда человек А до этого времени Человек может заниматься Там работать Все Вот это Это все нормально Да Смотрите Какая интересная штука Шести до десяти Это время Кавхи И в это время Если ты не проснулся До шести утра Значит После шести Ты будешь спать И долго И тебе будет Хотеться Если ты проснулся До шести Тебе уже Ну ты бодрый Ты можешь Что-то делать Можешь Чем-то Но после шести Уже Совсем другое Состояние Смотрите дальше Вот С десяти До двух Это время питы Время огня В организме Почему мы В это время Хотим кушать Потому что Питта Огонь поднимается В организме Естественно Соки вырабатывается Желудочный сок Вырабатывается Желчный Начинает Мы хотим Кушать У нас так Мозг работает Мы сразу Хотим кушать Время питты Оно хочет Кушать Идем дальше С двух До шести Вечера Это время ватты Это самое Интересное Время Не дай бог В это время Спать Ватты Да Да Потому что Если во время Ватты Ты будешь Спать У тебя Будут нарушены Все три Жизненных Процесса Первый Который Нарушается Во время Ваты Это огонь В организме Сразу Когда Ветер Вентилятор Плохо Начинает Что Дуть на лампочку Что происходит Лампочка Начинает Сжигать И питта И питта Начинает В организме Проявляться Если вы Даже Уснули В обеде После Двух Часов Уснули То встаньте И выпейте Горькую Травку То есть Для того Чтобы Питу Опустить Питу Она поднимается В это время Когда вы спите Чтобы вы знали То есть Это есть Некоторые Нюансы Которые Вам Необходимо Просто Знать Что Что Где И как Учитывать Значит И так Идет Круглые Сутки Опять Шести До Десяти Это Время Капхи Почему Говорят Не Ложись Шем Часов Вечера Спать Если Ты Лег Ты Ночью Спать Не Будешь И Это Правда Потому Что Шести До Десяти Это Время Капхи Если Ты В это Время Поспал Ты Бодрствуешь Потом Твой Организм Не Хочет Спать Чтобы Вы Понимали Да То Есть Это Нормальное Состояние Человек Днем Днем Главное Не Спать С Двух До Шести Это Самое Главное И Где-то Не До Шести Где-то До Семи Часов Не Спать С Двух До Семи Часов Дня Не Спать До Двух Можешь Спать Если Ты Ночью Не Это Для Всех Для Всех Абсолютно Потому Что Питта В это Время Подымается Очень Сильно Если Ты Еще Поел До Эта Это Вообще Капец Питта Подымается В организм И Начинаются Проблемы Проблемы Желчи Начинаются Потом Откуда Камни Появились Нарушается Метаболизм То Что Мы Говорили Всасываем Долен Расходование Желчи В организме А Нарушается Метаболизм Те В один орган Они идут Что В другой Орган У нас Получается Проблема Да Да И Можно Объясню Почему Дети До 16 Лет Я вам Не сказал Это Дети До 16 Лет Они Имеют Капховидную У них Вся Вся Система Их Капховидная С 16 Лет Приблизительно До 60 70 Это Время Ватта То есть Время Питта И 60 Или 70 Лет До Окончания Жизни Это Время Ватты Почему Люди Старшего Возраста Худеют Даже Если В жизни Они Были Это Вот После 60 70 Вот Так Вот Приблизительно Они Начинают Худеть То есть Они Приобретают Конституцию Ватты Да Да Худые У них Маленькие Ручки Там Ну В общем Темный Цвет Волос Мы Об этом Еще Поговорим Понимаете То есть Именно Вот это Вот Время Питты Это 16 И Приблизительно До 60 70 Лет Вот Зависит От Конкретного Конституции Человека От Каждого Человека Ну Что Есть Двойная Конституция Я вам Только Говорил О чистых Конституциях Есть Двойная Ватта Питта Питта Ватта Есть Ватта Капха Капха Ватта Питта Капха Капха Питта Ну 11 Есть Есть Тройные Конституции Ватта Питта Капха Питта Ватта Капха Капха Есть Разные Понять Чтобы вы знали Зависит от Конституции У детей Этого Нет У них До 16 Лет Они Могут Спокойно Это Делать Чтобы вы Знали Нет Питта То есть Конституция С которой ты родился Она не меняется Никогда Рыжий Не может Стать Черным И наоборот Она не Меняется То есть Часто Люди Путают Конституцию С нарушением Конституции Меняется Не Конституция Нарушается Конституция Нарушается Почему То есть Поднялась Питта Это не значит Что у тебя Питта Уже на главном Месте Нет Ее надо Опустить Для того Чтобы нормализовать Твой жизненный Процесс И твою Конституцию Ты Если человек Питта Например То Тебе Нужно Просто Опустить Питту Для того Чтобы нормализовать Ее И поэтому Если Вы заглянете В Аюрведу Вы там Часто Увидите Диета Успокаивающая Питту Диета Успокаивающая Вату Диета Успокаивающая Капху То есть Если у вас Поднялась Конституция То есть Не Конституция Какая-то Доша Увеличилась А не поднялась Значит Вам нужно Необходимо Употреблять Определенные Продукты Питания Которые Успокаивают Ту или иную Дошу Вы это Можете найти В интернете Чтобы я Сейчас не Перечислял Продукты Которые Успокаивают Вату Которые Питту Нет смысла Вы это Сможете Спокойно В интернете Конституцию Скажу Из опыта Ее Нужно Определять Присутствие Человека Который Знает Аюрведу А не просто Знаком С ней Конкретно То есть Такой человек Он уже Приблизительно Где-то Процентом На 90 Может определить Вот так Смотря на людей Может определить Конституцию Каждого человека То есть Присутствие Такого человека Почему Потому что Мы Не объективно Смотрим На себя И на свои Слова Мысли Дела Определяя Тест На конституцию Человека Ты не Ты не объективно Подходишь К себе А субъективно А это Нехорошо А человек Со стороны Тем более Исчезнающий Аюрведу Он тебе будет Подсказывать Что Посмотри Часто людям Говоришь Вот у тебя Руки Такой-то Конституции Он говорит Да нет Да посмотри У меня Он хочет Ну Хочет Чтобы у него Было другое Ну Это на Подсознательном Уровне Человек Таким каким он есть И соответственно Заполняя Там Какой-то вопрос По тесту Он его Субъективно А не объективно Заполняет А когда рядом С вами человек Который Знает Аюрведу Знает Ваше Это вот Он вам подскажет Просто Не для обиды Но для того Чтобы это был факт Чтобы вы определили Правильно Свою конституцию Чтобы вы знали Как себя лечить Понимаете Это очень важно А вот по времени Вы говорите Ну Время Допустим По Киеву Время По Закарпатски Зимнее Леснее Там же есть Расскажение Именно в том поясе В каком вы живете Согласно того Пояса Время Если вы живете Там В Черкасах То допустим У вас есть свое время И вы должны Согласно того Времени Жить То есть Ваттапита Кавхаз Согласно того Время Как рекомендует Поменяв работу И получился Прекрасный огонь Вы видите Как он красиво горит Ну я просто Ваш мозг Переключил И все На этот огонь И не больше Точно так же Мы можем Переключать Свой мозг Вы понимаете Понимаешь Петя О чем я говорю То есть Если ты хочешь Поспать Это одно Если ты хочешь Переключить Свой мозг Ты можешь Переключить Есть люди Которые Занимаются Духовными практиками Хорошо Если человек Занимается Духовной практикой Он может Переключить Свой мозг На какую-то Определенную Духовную практику Либо молитва Либо медитация Либо Не знаю В чем вы Ну Какой В религиозной конфессии Это ваше личное дело Да То есть У каждого Своя практика На этой планете Земля Да То есть Если вы можете переключить свой мозг на определенную духовную практику это великолепно тогда вам не надо отдых поверьте отдых нужен только для нашей психики она устает наше тело никогда не устает он она рассчитана 24 часа в сутки может работать поверьте это правда и устает только наша психика опять же устает вата почему вата потому что ты не подготовил свою вату к определенной жизни знаете мне известны некоторые люди которые очень тяжело болели и выздоровели только наладив свою вату наладив свою психику я вам могу рассказать час в аризоне добрый день в аризоне живет такой ефрем филофейский он же ефрем аризонский он в америке открыла 19 монастырей сейчас поймете о чем я говорю этот мальчик будучи ему было всего лишь 18 лет этот мальчик был тяжело больной очень тяжело больной был у него было такие каверны у него был туберкулез который уже был неизлечимый и этот мальчик решил что лучше ему будет умереть на афоне и он поехал на святую гору афон умирать да он понял четко что он умирает и все ну ну шо ты же понимаешь что уже неизлечим и все и он собрался и уехал на афон умирать простите он ему сегодня за 90 лет он живет этот мальчик и для того чтобы правильно поняли вы скажете да не он наверно там правильно кушал правильно то поверьте ничего у них устав был они могли кушать кишки рыбы они могли питаться да 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 они питались один раз в день там сухариком во время поста либо еще что-нибудь такое они очень ужасно с нашей точки зрения питались но так как у них была четко налаженная вата благодаря духовным практикам поэтому не надо сравнивать нашу жизнь и жизнь духовных людей понимаете мы все люди начитавшись определенной литературы духовной мы говорим он так питается значит мне надо и ты сразу помираешь либо начинаешь тяжело болеть поверьте не сравнивайте себя с люди людьми которые занимаются духовными практиками для них хватает час два три часа ладно уже это хватит поспать для того чтобы опять работать опять и работали они физически с утра до ночи а всю ночь они бодрствовали в молитве то есть практиковали с нашей умной точки зрения практиковали понимаете о чем я вам говорю сейчас то есть одно дело вата пита капха а другое дело понимаете духовная жизнь когда ты наладишь духовную жизнь то есть правильно миропонимание мировосприятие мировоззрение ты можешь что питаться чем угодно и тебе она не повредит то есть не надо эти вещи путать и не надо путать когда у человека выходит из равновесия та или иная доша потому что если выше вышла из равновесия какая-то доша ты думай что на духовном плане ты поступил неправильно говорил неправильно думал неправильно а как же ведь не бывает такое говорит а что почему желч проблема ты наверное желчный человек ты просто этого не замечаю у тебя какие-то есть неправильные желчные слова мысли дела естественно тебя проблема желчь да ты желчно реагируешь на окружающий тебя мир это естественно это нормально вы должны это просто понять что это как бы нормально естественная реакция нашего организма на наши слова мысли дела и так далее знаете болезнь сердца говорит на востоке и называют болезнь демонов знаете да а мы думаем сердечные люди поверьте если там говорят что болезнь демонов я им верю и подчеркиваю что это правда большей части людей которых больное сердце они подвержены жизни демонов вы не пугайтесь этого слова демоны демон есть большей части из нас людей у кого есть страсти есть демоны отвечает за любую страсть которой ты подвержен неважно страсть деньгам власти социальному положению сексу неважно к чему это демон демон секса демон страсти демон денег где-нибудь сто процентов чтобы вы просто понимали и когда у человека много таких демонов они владеют завладевают их сердцем и остановить это невозможно да и человек заболевает у них обычно всегда появляются там заболевание большая часть инфарктов инсультов и так далее так далее чтобы вы знали это болезнь демонов сто процентов ребята даже не 99 чтобы вы знали и не не обманывайте себя если вы думаете что это не так вы ошибаетесь потому что демон завладел нами и он начинает каким-то образом воздействовать на нас чтобы я стремился к этому то есть страсть к чему-то понимаете страсть она завладевает человеком и все и капец как говорил когда-то соломон суета сует и томление духа то есть мы не приводим в нормальное состояние свой мозг свою вату яeness и говоря об этом сейчас да мы говорим о состоянии ваты человека да если бы мы нормализовали своего то будут то есть сделали какие-то духовной практики под руководством обязательно опытного духовного наставника то есть который имеет определенный опыт и духовного наставника который имел духовного наставника который имел духовного старника и который не зря на востоке люди они это знают прекрасно если учитель имел учителя который имел учителя которыми с тобой будут говорить если у тебя нет учителя который имел учителя который значит и самоучка ты свободен иди гулять даже на соревнования значит понимаете да то есть есть очень-очень много вещей которые действуют на нашу вату все абсолютно действует на нашу раздражителем может быть человек раздражителем может быть все все что нас окружает абсолютно без исключения даже то что тебе сегодня приятно завтра можешь ты это ненавидеть так устроен наш мозг на то есть ватта это удивительная вещь которая удивительная душа это не вещь которая управляет всем да всем вокруг мы с помощью ваты можем управлять небом мы можем управлять всем погодой мы можем управлять всем с помощью ватт если нам это надо но вата нам дана вообще для того чтобы нормализовать все жизненные процессы в организме человека чтобы мы не болели прежде всего неправильный поступок неправильная мысль неправильное слово рождает определенные дисгармонию внутри организма человека сразу ты на кого-то обиделся никого-то что-то кому-то пожелал плохое подумал о ком-то плохо это уже отображается на на твоем организме мы пытаемся правильно кушать правильно говорить ты можешь кушать все что угодно но если ты неправильно живешь неправильно будешь болеть хочешь потому мы даже правильно питаясь мы большей части больные люди вы знаете так получилось по жизни что ко мне приходят люди лечиться да и скажу вам что 90 процентов раньше было 70 а теперь статистика который мы записываю людей 90 процентов вегетарианцев задался вопросом почему вегетарианцы так сильно болеют однозначный ответ потому что много неправильно думают говорят и делают ты можешь кушать все что угодно мы только что говорили но если у тебя вот здесь нарушено оно тебе не поможет или же поможет относительно на определенный какой-то процент и не больше если же ты успокаиваешь свою свой шарабан тогда успокаивается жизненные процессы у тебя в организме то есть наш мозг или наша вата она нормализует все три жизненных процесса все ее называют королева трех дож без нее ничего не происходит в организме человека абсолютно это как компьютер который управляет всем наш мозг компьютер все что внутри нас связано с компьютером который управляет все каждая клетка каждый нерв все все обжили все жизненные процессы все у нас благодаря нашему мозгу если наш мозг в порядке если он будет нормальным если он будет нормально воспринимать все что где как почему и зачем простите мы будем относительно здоровы можно вопрос да что есть здоровье с точки зрения аюрведа здоровая вата только только здоровая вата если вата здоровая тогда все три жизненных процесса в порядке а если нет то выходит из равновесия сразу питта выходит сразу это мгновенно выходит то есть приведение в равновесии ваты почему я говорю вам о духовных практиках потому что если вы не будете практиковать духовный про то есть молитвы пост там то 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 если мы не будем слушать наставление святых отцов которые там пишут умные книжки да там я знаю библии абхагават гита веды и так далее так далее каждый свое читает коран да читайте не просто читайте а углубляйте что же там написали мне не думайте что вы самые умные что вы все понимаете что там написано это неправда очень мало видел людей что человек рождается с определенным набором конечно болезнь это когда выходит из равновесия вот от рождения данные или же это что-то другое от рождения уже данный то есть человек рождается уже значит там либо грех рода стоит говорят православные буддизме говорят карма конечно то есть ты от родителей горит это мне досталось от мамы это от папы это дедушки это от бабушки да 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 вы причем здесь я у нас всегда кто-то виноват только не я не могу быть правда все кроме меня поэтому но у нас всегда кто-то виноват только не я я не хочу поступать так думать так говорить так делать так естественно виноваты и поэтому вот это вот состояние мы рождаемся человек рождается в нормальной семье он у него там дцп или то подождите библия пишет до третьего четвертого колена там до седьмого колена там топишь значит что вы просто понимали что есть грех рода или карма рода или наживайте как хотите от перестановки мест лагам и сумма не меняется конечно духовными практиками мы возвращаемся к нашим баранам всегда так вот человек рождается у меня ребенок все время болеет так задумайся над грехом рода твоего над твоим почему ты посеял в ребенке потому что через твою письку ребенке перед через свой сперматозоид через яичник через это передалось твоему ребенку через кровь все твои грехи это как а что ты не знал что твоему ребенку передаться знал так чего ж ты делаешь ребенка не очистив свою душу люди даже об этом не задумывается легче всего сумму плюнул и пошел а за это отвечать надо грубо но это правда а мы не думаем что мы несем за это ответственность подожди а мне за что я такой хороший ты понимаешь вот ты и получил вот эти вот вещи они это естественно получаются мы люди даже не задумываемся над тем что вот эти вот кармические или причинно-следственные отношения называйте их как хотите это ваше ваше слово блуде слово слово это ваше поймите через призму вот этих понятий человек должен смотреть на жизнь понимать то что ты сеешь сегодня она завтра обязательно вырастет обязательно каждую секунду своей жизни знаете почему я пришел к православию я не проповедник не переживайте я не проповеду я встретил учителя который меня научил непрестанно иисусовой молитве чтобы непрестанно пребывать в молитве каждую секунду своей жизни ты пребываешь молитве и этим самым ты стараешься меньше грешить когда ты находишься в молитве ты меньше грешишь меньше думаешь глупости меньше говоришь глупости понимаете ночью стал писать молишься ложишься спать молишься встаешь утром молишься идешь какать молишься писаешь молишься кушаешь молишься работаешь молишься внутри тебя происходит постоянно никто не знает что ты делаешь ты один знаешь что ты делаешь ты внутри меня проклинаешь или молишься или ненавидишь ли ты сам знаешь это и бог знает да называйте как хотите. Буддисты не называют Богом, но они об этом же говорят. Неважно, как называют. Это факт. И когда я пришел к этому, что есть непрестанная молитва, которая заставляет меня непрестанно пребывать вне греха, то есть не нарушать мысли, слова и дела, я думаю, как интересно, вот это мне нравится, вот этим путем я буду идти. Только поэтому я пошел, честно, не потому, что я проходил все религии мира, мне было интересно. Но когда увидел учителя, который действительно был учителем этого направления, он мне показал это, я думаю, о, как интересно, вот это мне больше всего нравится. Вы имеете в виду, проговариваешь ее постоянно, или просто... Солнышко, на эту тему мы поговорим в другом месте, если ты захочешь. Потому что людям всем неинтересно, у каждого своя практика. Договорились? Хорошо. Я не то, что секреты имею, просто, чтобы вы поняли, у каждой религии свои молитвы свое, то я не хочу навязывать ничего. Поэтому, если вам будет интересно, подойдете, я вам с вами поговорю. Ну что, Иисусом молитву, это очень интересная история. Но она для меня интересна. Так вот, теперь мы вернемся к нашим баранам. Ватта, пита, капха. Смотрите, растения. Мы вчера вели лекцию о растениях, да, там я вам показывал много растений. Идет весна. Весной, Боженька так устроил, когда идут соки, значит, соответственно, растут травы, которые горячие. Имеют свойства горячие. Чтобы тушить, что слизь в организме человека. Чтобы ОРЗ, ОРВИ, грипп, так далее, так далее. Все слизистые заболевания, которые существуют, чтобы их гасить. Он дает нам травы, которые, что тушат. Любые весенние травы, чтобы вы знали, а если они еще голубого цвета, вы можете спокойно употреблять. Да. Любые весенние травы. Из них нет ни одного ядовитой, голубого цвета весенней травы. Смотрите, как интересно. Фу, я прошу прощения, но мне очень жарко от этого. Значит, ребята, пришло лето. Боженька так устроил, что летом он насадил нам травы, которые касаются летних болезней, летних нарушений, жизненных процессов. Летом большая часть трав горькие. Да. Весной они не только слизь тушат, но нормализуют вату. Большая часть из этих трав успокоительные травы. Мы вчера проходили, я вам показал голубую траву. Фу. А? Нет, нет, нет. Плакун трава, например. Она успокаивает слизь и в желудке, соответственно, легкие и так далее. Но она успокоительная трава. Понимаете? Возьмите Иван-чай. Он синий с фиолетовым оттенком. Он тоже успокоительная трава при этом. Понимаете? Он нормализует слизь в организме, заболевание слизи, то есть желудочно-кишечного тракта, рак и так далее, и так далее, и так далее. При этом он нормализует психику. То есть нормализует, что успокаивает психику. Возьмите вот лето сейчас. Сейчас вот есть травы, вот допустим, я вам показывал розовую траву золототысячник, она нормализует горечь в организме. Что? Она нормализует состояние желчи в организме. Есть горячавка, я вам вчера показывал, тырлыч по-украински, если вы помните. Она нормализует опять же состояние желчи в организме. Я вам показывал вчера много-много-много трав. Я вам хочу рассказать, чтобы вы поняли, как жизненные процессы в организме налаживаются благодаря, погода меняется, просто человек должен это изучить для того, чтобы знал, что вот эту траву я сейчас могу кушать, а вот эту полезно мне есть осенью или пить. Ну да? У нас не было времени для того, чтобы я вам рассказал о корнях. Если мы приступили к корням, то везде сплошь и рядом корни, корни порея, того, что мешает на огороде каждому огороднику. Корень того же одуванчика, корень того же... Масса корней, которые очень... Вы можете прямо их так кушать. Корень лопуха, пожалуйста, если вы его будете кушать, у вас самый лучший иммунитет в мире будет. Самый лучший кожный покров будет, и волосяной покров если вы будете корень лопуха кушать, если вы будете... То есть, просто у нас не было времени вчера, ну, как бы, время всегда это вот сжимает, это... И поэтому у нас не было возможности вам рассказать об этих всех... И оно все нормализует в организме. Так Боженько устроил. Приходит осень, у нас появляются другие травы, которые помогают нам для того, чтобы, опять же, успокаивать наши жизненные процессы. Опять же, приходит время ваты. Осенью всегда идут успокоительные травы, плюс травы того края, где это происходит, потому что, как только что правильно сказала, значит, что, где какой часовой поезд, соответственно, где какой климат. В каждом климате Боженька так устроил, что в разный период времени другие травы растут. Для успокоения ваты, питты и капхи. Да? Для того, чтобы вы знали, обязательно учитывайте, что есть горячие травы и есть холодные травы. Вы это должны четко знать и не смешивать никогда эти травы. Если сейчас время огня и на улице слизь, то есть идет дождь, значит, вам нужна трава, которая успокаивает слизь, но не нарушает желчь. Понимаете? Вот золототыщик, например, я же почему вам вчера показывал, она успокаивает слизь, то есть она для желудочно-кишечного тракта, но при этом она мало того, что не нарушает желчь, она нормализует состояние желчи в организме. Понимаете? То есть и это мы должны все изучать, это более тонкий процесс изучения, я вам поверхностно все это рассказываю, потому что опять же у нас это все, что ограничено во времени и пространстве, чтобы вы это понимали. И любые травы, любое, абсолютно, вот, пожалуйста, вот здесь мы видим лещину, вижу, вот она, я вам вчера рассказывал, что это для мужиков это очень хорошая, да, это простата, это аденома простаты, это значит заболевание слизи, да, это заболевание значит того же желудочно-кишечного трава, это заболевание суставов, да, сейчас время пит, и пит, это заболевание артриты, полиартриты и так далее, и так далее, то есть заболевание суставов, когда высыхает слизь, которая того, сушит суставы, да, у нас получается артрит и начинается утолщение, ну, в общем, не буду рассказывать вам это неважно, но факт, это питта, мы берем веточки груши, я вам вчера показывал ветки дикой груши, они нормализуют метаболизм, они нормализуют, понимаете, количество слизи в организме, и сейчас лето, но они не нарушают желчь, о, как интересно, правда? При этом мы лечим наши суставы, опорно-двигательные аппараты и так далее, то есть позвоночные, может, есть какие-то у вас вопросы, а то я буду говорить долго и нудно. Значит, вопрос, как отличить холодный от горячих? Мы только что касались этой тем, холодные травы, это всегда, травы, которые успокаивают желчь, горячие, которые успокаивают вату и капху. вата и капха, это две холодные доши, и им нужны всегда теплые, есть такой, жил, вернее, он уже умер, японский доктор Джорджо Зава, это его, это вот, у него вы сможете найти, что такое горячее, что такое холодное, продукты ини, продукты вы сможете найти у него эти продукты и сможете приблизительно, у него ничего не написано о травах, но скажу вам так, большая часть трав, которые успокаивают заболевание слизи и заболевание психики, это горячие и теплые травы, понимаете, мочеполовая система, это вата, значит, трава, которая нормализует работу мочеполовой системы, что происходит, она горячая или теплая, понимаете, то есть там, любые медвежье ухо, споры, они влияют на почки, на это, они тоже теплые, должны быть как минимум, а то и горячие травы, потому что иначе не погасишь проблему, это невозможно, да, они же успокаивают психику, такая же, как мелиса, такая же, как мята перечная или мята душистая, мята холодная, мята, ну я вам вчера показывал несколько их там, они все нормализуют это, только одну можно зимой употреблять, допустим, мяту перечную, мяту душистую, а уже мяту холодную только летом, потому что она, я вам вчера говорил немножко капельку об этом, но сейчас вы больше уже понимаете, о чем я говорил вчера, да, то есть вот эти жизненные процессы надо просто смотреть, вот видишь, трава такая, вот возьмите березу, она, вся береза, без исключения, начиная от корней, заканчивая соком березы, листьями, корой, всем, палками, этим всем, оно лечит почки, все растение, это рождено для почек, да, все, от начала и до конца, просто, в разных случаях, по-разному, оно, принимается, одно время ты можешь пить сок, другое время ты можешь кушать корни, там, корневища и так далее, зависит, березовый гриб, тяга, березовый гриб, тяга, это один из паразитов, ребята, почти все паразиты, которые есть, на земле лечат онкозаболевания, они лечат слизь, то есть, они либо горячие, быстрее всего, либо теплые, но, быстрее всего, они горячие, чтобы вы знали, любые паразиты, которые там, амела белая, которая часто, вы видите ее, да, я вам вчера показывал, да, это паразит, почему, это подобное, убивается подобное, один из итальянских ученых, есть такой, Симончини, он же доктор, он же хирург, он изучил, что почти все онкозаболевания, это заболевания, грибковые, вот, а грибок можно уничтожить, там, допустим, гашением соды, там, грибок можно уничтожить, всеми грибами, которые существуют, почему там, допустим, гриб-веселка, например, слышали о нем, да, который, ну, гриб, он такой, похоже, простите меня, на мужскую пуску, он такой, ну, все, он даже, вот только темная у него шапка, а ствол белый, серый бывает, он и везде есть в лесах, вот, гриб-веселка, он при онкозаболеваниях, грибы, значит, большей части холодные, это единственный горячий гриб, чтобы вы знали, единственный горячий гриб, это гриб-веселка, вот, например, грибы, то, что я вам говорил, вот, березовый гриб-чага, он тоже горячий, потому что он гриб, вот, понимаете, то есть, если вы будете лечить грибковые заболевания, должны быть, либо лекарства, на основе, там, чего-то, там, зависит от того, какой конь, у Проматюклаза, конь, это то, что разносит по крови лекарства, вода, это хороший конь, сахар, это хороший конь, масло, это хороший конь, то есть, ну, понимаете, да, то есть, то, что разносит, это вот, зависит от этого, какой конь, такое лекарство, вы туда добавляете, Вот мастер Му как-то рассказывал, как там муравьев, помните, кто был на семинарах, вы помните, мастер Му про муравьев рассказывал. Больших муравьев ловишь, сушишь их, значит, растираешь, добавляешь туда немножко сахара и принимаешь такое, говорит он. Почему? Он правильно сказал, потому что сахар является конем, который разносит вот эту муравьиную кислоту по сосудам, и она помогает, они становятся более эластичными, более, ну, вы понимаете, да? Потому оно положительно влияет при инсультах, при инфарктах, ну и так далее. Только потому, потому что, ну, так вот происходит нормализация жизненных процессов в организме. Есть еще какие-то вопросы, ребят? Или вам все понятно или ничего? Понятно, что ничего не понятно. Не, ну да, естественно, человеку должно, если его интересует или заинтересовала эта тема, он должен копаться, искать, углубляться. Не могу вам за одну лекцию рассказать что-либо, ну, более-то сказать. Почему традиционные лекари? Подожди, либо она, либо ты. Ну-ну. Традиционные лекари, они против сода, в чем фишка? Не все врачи. Моим оттродутимы. Нет, не все врачи против гашеной соды. Не все. Скажу вам так. Задайте этот вопрос врачам. Но я, как доктор, скажу вам свое. Можно? Да. Наша современная медицина далеко отошла от медицины. Почему? Современная медицина основана на каноне врачебной науки Абу Али и Бен Син, или Авиценны, как ее знаете. Знаете, мне стыдно признаться, когда я писал работу, именно о каноне врачебной науки, и пришел в областную медицинскую библиотеку. Опять стыдно признаться, я был третий человек, который брал книгу Авиценны в областной медицинской библиотеке. Никто никогда не касался ее. Три человека. Понимаете? Я когда узнал, я говорю, как три человека, не понял. Они у нее уже были там где-то заложены эти книги, она еле-еле их нашла. Я говорю, чего так? Она говорит, а ведь проблема в том, что медицина в универе изучает всего лишь две пары, а то и одну пару канона врачебной науки. То есть ничего не изучает. Уважающий себя человек, если вам не лень, зайдите в книгу Авиценны, первый том из семитомника до 81 года. После 81 года делали деньги, не читайте эти книги, я вас прошу. До 81 года, когда тысячелетие было Авиценны, издавали это. Очень хороший, значит, семитомник издавался. Первый том. Любому человеку доступен первый том. Там написано, пошел пописать, посмотри на свою мочу. Она такого-то цвета. И это значит, у тебя рождается такая-то болезнь. Такого-то цвета, такая болезнь. Такого-то цвета, такая-то. Взял, налил в баночку четырехдневная моча, она показывает тебе, на каком уровне у тебя болезнь. Какие хлопья. Эти хлопья зависят от этого. Там все это объясняется. Не надо быть медицинским работником. Это настолько доступная литература каждому нормальному, уважающему себя человеку. Простите, это ни один медицинский работник не знает. Стыдно. Вы понимаете? Хотя основывается западная, наша западная медицина, накануне врачебной науки. Стыдно, но это факт. Я когда зашел и прочитал, пошел покакал, посмотрел, как у тебя пахнет твое говно. Грубо, правда. Как оно пахнет, какого она цвета, какого. И ты уже знаешь, что у тебя, какая проблема, что ты можешь сегодня какую травку попить. Что покушать для того, чтобы... Вы понимаете? И там все это написано. Это тысячу лет назад. Почему сегодня это не изучается? На основе этого... Сегодня западная медицина, на основе вот этого канона, он же собрал в себе всех до него существующих врачей. Того же Гиппократа, того же Галена, того же и так далее, и так далее. Понимаете? То есть всех... Почему этого нет? А там все это написано. Ты послушал свой пульс, ты знаешь, какой у тебя пульс. Там все написано, как это определять. Если вам не трудно, загляните в первый том семитомника. Вы поймете все для себя. И не нужен вам лапша Петра Яновича. Вам это не надо. Вы сами увидите, что... Что это такое. Мне не надо верить. Надо проверить. Загляните, прочитайте, вы поймете, о чем я говорю. Вот вам и ответ. Будьте здоровы. Я слушаю вас. Вы хотели задать вопрос. Я хотела спросить, это смысл в том, чтобы выравнивать все? Или что-то все-таки должна преобладать? Или она не должна преобладать? Или она не должна преобладать? Зависит от конституции человека. Если у вас конституция, допустим, Кавхавата, да, то вы должны смотреть, все время смотреть за ватой, которая держит в порядке вот эти две дожди. Понимаете? Трудно разговаривать. Ну, попытаюсь по-другому с вами поговорить. Поддерживайте ту дошу, которая первая у вас. Если у вас, допустим, Кавхавата или вата, пита, какая разница? Значит, вам нужно первую капху поддерживать в нормальном состоянии. Она будет нормально поддерживать питу, которая даст результат. Понимаете? Допустим, если у человека ватта-пита, то вы обязательно вату поддерживаете в состоянии. Если пита-ватта, то смотрите, для того есть диета, уменьшающая вату, диета, уменьшающая питу, капху. Я вам уже говорил об этом. Ну что, ребята, есть еще вопросы? Нет? Джордж Озава. Джордж Озава. Макробиотика. Макробиотика дзен. Называется его этот трактат. У него 300 трактатов. Это один из его трактатов, который, ну, кто-то там в интернете его, это вот. Ой, какой хороший. Видел, какая бабочка на нос села? Как хорошая. Видишь, и к ней перелетела. Моя бабочка, отдай. Ну что, большое вам спасибо за то, что вы это вот уделили время мне. До свидания. Мы еще с вами увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok